Музей состоит из семи разделов. Первый раздел – это просто вещи. Я хочу вам показать в этом разделе просто вещи, допустим, старые моринские горшки. Их сейчас в морине даже не найдешь, а вот этому горшку больше ста лет. Дальше есть инструменты, старые вещи, бочанки. Вот такой всегда висел возле ведра, и люди черпали воду и пили. Хочу сказать, что старые вещи, допустим, вот этой худели, ей около 50 лет, но смотрите, сохранность ее, они как вот блестит, до сих пор сохранилась. Вот это горшки мирских гончаров. Дальше там мы увидим цепь, лопата, которой пекли хлеб. Вот здесь, здесь вот мы видим королодки, бойки, и вот именно вот галяки, которым вот они, почему такое маленькое горло, потому что она сохраняла, ну, молоко заливали, она не кисла, и потому что попадало меньше кислорода туда, и сюда он хранился в этом самом, в этом. Ну, хочу сказать, что коллекция разных вещей, чемоданы, чемоданы, дальше там у меня жбанки, вот, и все это, вышивки разные, хочу сказать, все это простые вещи, которые были в обрекходе населения нашей земли. Второй раздел моего музея – это Первая мировойна. Первая мировойна – это забытая война, в которой очень много людей пострадало, и историю Первой мировойны слабо знает наше население, и я вот решил создать такое, ну, собирать материал. Вот передо мной самый старый материал этого – это обмотки, обмотки Первой мировойны. Солдаты в первое время, они не могли, не любили носить сапоги. Были ботинки и обмотаны вот такими обмотками. Хочу сказать, в то время у меня есть котелок. Котелок, он выпущен московским заводом, носили русские солдаты и ели солдатскую кашу в то время. Вот. Дальше, вот здесь можно увидеть линейки, вот такие самые штыки, которыми солдаты в первое время, ну, вот, пользовались в оружии. Я хочу сказать этим предметом больше 100 лет, потому что вы видите, что даже ржавчина съела этот штык-нож до неузнаваемости. Дальше. В Первой мировойне были, солдаты носили, вот, самое, мы знаем, что газовая атака в Сморгоне, которая была, ну, проведена на раньше первого, а потом в Сморгоне, вот такой был противогаз. Противогаз, которому уже, я говорю, тоже больше 100 лет, и он уже, видите, ну, такая сохранность. Ну, что, кроме фляжек были металлические, были стеклянные. Вот эта фляжка, вот сама, она, ты сама, выпускалась стеклянно в Санкт-Петербурге и носилась, а только здесь было еще кожаное, ты сама, ну, и пользовались в то время. Насчет то, что разные, вот, немецкие были эти самые фляжки, вот такой образ фляжки было, да, вот. И хочу сказать, Первая мировойна, она на территории Ивья, она оставила большой след. Я делал большую программу, была выставка в библиотеке, и желающий посмотреть «Великая забытая война» на Ютубе, всегда можно найти эти самые. Но я хочу сказать, что там более подробно узнаете об этом разделе. Третий раздел моего музея – это Вторая мировойна. Она оставила большой след на нашей земле, и хочу сказать, что уже больше, подробнее, наше поколение знает о ней. Но все равно предметы, которые найдены на территории нашего этой самой земли, вот эта фляжка, мы знаем, что первый бой, который вступили на нашей земле – это Самара-Ульяновская дивизия. Которая сражалась не хуже, чем на Вредской крепости. Они здесь придержали, придержали, ты сам, войска Вермута больше пяти дней. И было подбито около 30 танков. Поэтому в описании, у меня есть воспоминания немецких солдат, вот у них архивы нашли, как сражались в то время Самара-Ульяновская дивизия. Это говорит о том, что наши сейчас в лесах, вот мы когда делаем посадки, находим, когда распахиваем землю, находим такие участки, где по ведру находим патронов. Это значит, так сильно сражались советские солдаты в то время. И хочу сказать, много экспонатов, вот с того времени, вот, допустим, тоже вот фляжка здесь. Значит, в то время, я хочу сказать, что посуда найдена. Вот смотрите, какие были, ты сам, солдатские кружки, пользовались солдаты Самара-Ульяновской дивизии. Видите, они в земле уже окислились настолько, что, ты сам, ну, я хочу сказать, о каждом экспонате можно рассказать много-много времени. Но, вот, допустим, печатная машинка, немецкая печатная машинка, которая переделана на русский шрифт, и печатывались листовки, и разная информация для, даже отчеты делались для, ты сам, партизанами. Здесь у меня собраны разные, вот, я хочу сказать, что, ну, вот, вот, котелок, на котелку даже вон какие-то есть надписи. Вот, видите, может, это надписи, ну, солдата, который ел, вот, выцерпано, потому что многие, ты сам, оставляли какие-то памятные. Значит, здесь у меня есть интересные гильзы. Солдаты в свое время, солдаты, не было жетонов, были запрещены, и солдаты почти не, ну, памятную записку оставляли, брали гильзу, писали записку, оставляли в эту самую, в гильзу и избивали. Мне такие гильзы передали с Гродно, вот, когда там есть, ты сам, форты, вот, там тоже первые бои, ну, начиналась еще война на этих фортах, и мне передал экскурсовод несколько гильз, у меня они здесь хранятся. Я хочу сказать, что о Второй мировой войне у меня собрана большая литература. Я делал выставки на 9 мая, и хочу сказать, что не только что, вот, видите, ордена, медали, которые передали многие наши ветераны в музей мне, и это говорит о том, что, ну, наша земля очень богатая тематикой Второй мировой войны. Я хочу сказать, у меня сейчас остались последние, как сказать, подписи наших ветеранов нашего района. Вот смотрите, здесь в 2015 году мне попросили, ну, выделить фляжку для полевых 100 грамм. И я поставил условие, чтобы они, ветераны, расписались на этой фляжке. И расписались вот подписи, смотрите, Ливановича уже нету, Гонченко нету, а их автографы оставилися на этой, это память о том, что они держали в руках эту фляжку и сделали автографы. В 2016 году сделали тоже, тоже эта фляжка была в руках наших ветеранов нашего района. Но, хочу сказать, уже список уменьшился, а в 2017 году уже на этой фляжке никто не оставил, потому что, ну, их становится, они не смогли участвовать в празднике 9 мая. Ну, у меня четвертый раздел моего музея, это «Школьные годы чудесные». Наше детство связано со школой, и я хочу сказать, что, ну, этот кусочек жизни у нашего человека никто не может выбросить, потому что все приятное о школе запоминается. Я хочу сказать, что вот атрибутика, которая была в то время, в советское время, школьная форма, допустим, вот эта комсомольская организация школы, это наша Июйская школа. Можно увидеть устав в ЛКСМ, значит, можно увидеть пилотку, ты сам. Хочу сказать, что в данной ситуации, это я только вам показываю, что у меня собрано больше 400 учебников, и самому старому учебнику 1812 года. Значит, хочу сказать, что учебники были не только, ну, польские, которые я собрал всю, до 4 классов. Есть школьные журналы, есть методические указания того времени. Хочу сказать, что вот сейчас с России вот приезжала с Владимира журналистка, она сказала, что, я показывал эти учебники российские, вот, начало 20 века, она удивлялась, в каком они состоянии, и она ли стала ее с таким, ну, любопытством, с таким уважением, ну, как своей родиной, потому что Россия тогда была наше, ну, государством, мы являлись западным краем. Значит, из школьных учебников, только что я вам говорил, что из российских, вот есть архметика, это 900-го года, ей 118 лет. Но хочу сказать задачки, которые здесь, ну, в принципе, все практические. Вот это география начала 1904-го года, российское самопроизводство. Российская школа у нас была только в городах, а в деревнях, вот у меня есть журналы 1928-го года, и вот самый интересный журнал 1939-го года, 1940-го, когда, ну, пришла советская улада на территорию нашей земли, и вот, ну, занятия были на польском языке, допустим, вот, ну, на боженство тут пишут, да, и потом вдруг уже, когда первые, ну, вот, когда уже начались занятки, аж в январе, ты сам, вот, видите, написано, уроков не было связи с Великими Морозами, вот, это было 12 числа, это самое, и вот, допустим, писали, шатание газеты или учение великому, верши великому Сталину. И я хочу сказать, что первые занятки были у нас на белорусской мове, что ж, на жаль, что у нас сейчас белорусская мова вникает. Я хочу сказать, этим подтверждается в том, что белорусская мова всегда была и будет, вот, как наша родная мова, потому что детям надо сейчас, ну, надо учить и привыкать в белорусской мове. Мне собраны вот учебники, видите, у меня учебники, первые учебники, которые были более 400, это были на белорусской мове. Вот. Хочу сказать, что, кроме этого, вот, видите, учебники, это польские учебники, и я таких учебников могу, ну, выставить очень много. Пятый раздел моего музея – это домашний кинотеатр 60-х годов. Это папка, в которой собраны документы и материалы на все экспонаты, которые у меня имеются. Конечно, если я начну открывать, то видите, какая большая папка, и все громоздкие, ну, именно как домашний кинотеатр, телевизоры, эти самые радиолы, вот видите, у меня здесь только несколько штук, и они занимаются большое место. Это все у меня находится на хуторе Бежемцы, и я вам честно хочу сказать, что там у меня заставлены стены, и если я открываю музей, молодежь увидит, насколько были старые инструменты, допустим, вот, радиола Казань, 57-го года, да, она была не только, я даже думал вначале, что это проигрыватель, и когда проезжал телебаченный 8-й канал, снимали, они удивились, что такого, вот такого инструмента даже они не видели нигде. Дальше у меня идет, этот раздел подразделяется, патефоны, потом идет у нас эти самые радиолы, потом идут барбидные магнитофоны, приемники, вот идут радиолы, вот видите, мы разные, все эти, все инструменты, которые вот здесь у меня, они, вот видите, раздел радиоприемники, да, вот эти у меня радиоприемники, и считается самый старый приемник, вот у меня, ты сам, это радиоприемники, которые вот были, да, вот у меня, они все есть в наличии, а радиолы, у меня даже есть радиолы, которые раньше не было света, и от батарейков, и население, население, ты сам, использовало эти, ну, материалы, поэтому хочу сказать, что вот, у меня пошли, вот, Урал 57, да, вот смотрите, характеристики технические, и вот мы видим его, вот в, в, это самое, когда мне будет музей, я могу его включить, и послушать могут, это самое, мои посетители этого, ну, заведения, если оно создаётся. Я мог бы сейчас накрутить, но я хочу сказать, что составляют бобины-магнитофоны, потом есть кинопроекторы Урал 57-го года, это самая Украина, которые с бобинами раньше по деревнях возили и показывали фильмы, и хочу сказать, что некоторые фильмы у меня и есть. Дальше, у меня большая коллекция пластинок, больше тысячи пластинок, всякая, и классическая, и советская страда, вот, я иногда в деревне сейчас наигрываю, включил и послушал любую свою, ну, любимую песню, которая была от тех времён. Дальше у меня большое количество фильмов и большое количество фильмотека. Ну, и хочу сказать, что на будущее у нас замену сейчас идут планшеты, мобильный телефон, мы можем посмотреть любой фильм, но в то время у меня есть фотографии, когда в деревне, когда покупали первый телевизор, это был домашний, почему я ее назвал домашний кинотеатр 60-х годов, потому что собиралось полдеревни, на этот телевизор смотрели те фильмы, «Шитый меч» или тоже, ты сам, «Четыр танкисты и собака». Вот эти фильмы были любимые в то время, а хочу сказать, что много семнадцать миллионовей весны смотрели полностью деревнями. Это фильм, который нравился для населения. И надо показать будущему поколению, вот, эволюцию радиотехники, начиная от таких маленьких радиолов, которые были в этом аккумуляторе, до нашего современного планшета. Я хочу сказать, что мой шестой раздел в музее – это «По волне моей памяти». Почему я его назвал? Потому что я по жизни встречался с разными интересными людьми, композиторами, поэтами, художниками, научными, академиками, профессорами. И мне они оставляют памятные предметы, которые остаются в моем музее. Я хочу сказать, что на сегодняшний день я собрал больше сотни таких предметов. Вот уникально, допустим, когда встречался с Евгением Крыжановским, был на его концерте, ну, я после концерта подошел к нему. И он мне такое подарил на память, это самое. Вот здесь и пишется. Иван является лучшим другом Евгения Крыжановского. Ему разрешается стоять под грузом, распевать в общественном месте, переходить на красный. Евгений Крыжановский автограф. Вот вроде такой маленький аксессуар, а смотрите, насколько можно это самое. Я хочу сказать, что, допустим, с Евгением Карпучем, когда я встречался, он пришел ко мне в музей, и походил по моих покоях, и написал, «Историчным волком, бачишь ты далеко, у твоего музея подыхных ветров, хай тебе шанцуя, а музей працюя, светлая надея для тебя буйко». Евгений Карпуч. Июля 24 апреля 1904 года. Уже прошло, смотрите, сколько, 14 лет после того, как он побывал. Хочу сказать, что в моем музее очень много книг, которые, ну, оставляют. Вот, допустим, сын, мы знаем всю ведомую артистку, Стефанию, которая, ты самая, и сын мне подарил в музей, вот, ее книгу, Ивану Мишташу Буйко, на память об моей маме. И это был, ну, год, вот что-то я не вспомнил. Дальше. Кроме этого, у меня, допустим, много чего подарила, допустим, были Больга Епатова. Больга Епатова, известная наша, эта самая, письменник, она написала много работ, она сейчас в Соединенных Штатах уехала и когда-то возглавляла Союз письменников в Беларуси. И вот она написала такое, «С подару Буйко Ивану Мишташу, выдатным белорусским патриотам який заменяю институты и занимается великой справой с великой повагой Больга Епатова 2006 год». И она не только это передала, очень много книг. Я хочу сказать, кроме этого, здесь можно увидеть книги, ну, вот, допустим, нашего известного профессора Михаила Константиновича Кеври, он подарил мне книгу тоже. Можно увидеть, вот мы видели сам ноутбук, который подарил наш известный «Глазной профессор», это «Поздняк на землях». И хочу сказать, что многие книги, многие, вот последние, ну, вот последнюю мне подарили, ну, конечно, Светлана Алексеевича, и я, это, ну, «Комитта наша» получила единственную Нобелевскую премию, и вот ее автограф. Я хочу сказать, что я очень хвастаюсь, что у меня в музее появилась такая, такая книга, «Голосы утопии», вот она называется, произведение. И я могу очень много перечислять, это фотографии, это части, ну, не только книги, а части, вот речи, вот я записи много делаю. Хочу сказать, что наша земля, славу ты, вот сейчас я делал выставки, вот, «Дню независимости», и делал по таких вот, я ищу знакомитых людей, такие знакомитые люди, как Вальцевич нашел по Лазурскому сельскому совету, дальше, мне очень понравилось это самое, и Инвалев, который мало знает, что он был в Космическом центре и разрабатывал программы, и многое-многое другое. Я могу перечислять этот раздел, оформить полностью комнату, где можно, о наших славутых земляках, о наших встречах, ну, оставили памятные, это самое, для музея. Спасибо.